Как стать великим человеком? Некоторые люди жертвуют своей жизнью, совершая героические подвиги. Спортсмены из года в год побивают свои же рекорды, а ученые каждый раз открывают нам все новые и новые законы функционирования мира. Выдающийся ученый Андрей Николаевич Калмогоров считал, что для того, чтобы стать великим человеком, требуется большое количество охоты и усердия. 1 декабря 1943 года в своем дневнике он составил конкретный план действий, который включал в себя издательство большого и малого курсов анализа, курсы математической физики, исследования по алгебре и тригонометрии. Наличие таланта, желание трудиться и упорство в достижении цели – все это, несомненно, составляющее успеха. Однако при взгляде на жизнь Андрея Калмогорова понимаешь, что главным секретом его достижений является уникальное позитивное мироощущение, которое позволило выдающемуся математику пройти через множество трудностей на своем жизненном пути. Он родился 14 апреля 1903 года, в неспокойное для Российской империи время. Одной из особенностей периода стал эсеровский террор против видных представителей государственного управления. От рук террористов погибли даже министры внутренних дел Сазонов и фон Плеве. Обычный человек находился в постоянном страхе, потому что угроза могла исходить как от террористов, так и от тех, кто с ними боролся. Ведь жандармы и полиция могли проводить обыски, аресты, изымать литературу. Еще одна особенность периода – это появление и большая популярность Толстовского движения. Лев Николаевич Толстой создал своеобразную теорию христианского анархизма. Он отвергал все институты, основанные на принуждении. В это число попали государство, полиция, армия, суды. Он отвергал частную собственность и пользование деньгами. Участвовали в Толстовском движении и сестры Колмогоровы, невольно вовлекая в свои ряды только появившегося на свет Андрея. Так в 1903 году при обыске дома жандармами нелегальную литературу они спрятали под его колыбель, которой досмотрщики не решились притронуться, чтобы не потревожить спящего в ней младенца. Великий ученый, чьи открытия легли в основу современной науки и техники, человек, по учебникам которого взращиваются новые гении, правил свое детство именно здесь, в Туношне, в небольшом поселке Ярославской области. Мать Андрея, Мария Яковлевна Колмогорова, умерла во время родов. Отец Николай Матвеевич Катаев, ученый-агроном, сосланный в Ярославль со участием в народническом движении, в силу своей работы постоянно находился в разъездах. Да и во время родов он был в Севастополе, откуда сразу же написал местному священнику. Его высокоблагословению священнику церкви. Заявление Прошу вас записать сына моего и Марии Яковлевны Колмогоровой при крещении в метрику как моего сына и меня как отца. То есть в рубрике «Кто родители?» поставить мое имя и звание. Николай Матвеевич Катаев, агроном первого разряда, потомственный почетный гражданин. «Я незамедлю оформить усыновление и подать заявление в подлежащее ведомство». Николай Матвеевич Катаев, Севастополь, 14 апреля 1903 года. Положение усугублялось еще и тем, что они с матерью не были венчаны и жили гражданским браком, что по тем законам не давало сыну право взять фамилию отца. Детство будущий математик провел в доме своего деда Якова Степановича Колмогорова. Это был значимый человек, предводитель углического дворянства, богатый помещик либеральных взглядов, а также пописитель народных училищ Ярославской губернии. Ему не хватало родителей, о чем он не раз упоминал в своих интервью и дневниках. Но их отсутствие в силу своих возможностей заменяли заботливые тетушки, которые и привили ему любовь к науке, свободе и жизни. Они создали в тунышний мир, в который не проникала губительная атмосфера вражды, постепенно охватывавшая всю страну. Немаловажной частью этого мира был журнал «Весенние ласточки», издаваемый тетушками, где с самого детства Андрей Николаевич публиковал сочиненные им интересные математические задачки. Имеется пуговица с четырьмя дырочками. Для ее закрепления достаточно протянуть нить, по крайней мере, через две дырочки. Сколькими способами можно закрепить пуговицу? В Ярославле, в третьем доме на улице Пробойной, имени Советской, жила тетушка Варвара Яковлевна. Маленький Андрей часто приезжал сюда погостить, до того, как перебрался в Москву. В 1910 году он поступил в частную гимназию Евгении Альбертовны Репман, где, по его словам, господствовала атмосфера, способствующая поиску для себя серьезного нужного дела. Там же, среди единомышленников, он и познакомился со своей будущей женой Анной Егоровой. Его учебу в гимназии сопровождала Первая мировая война. За ней последовала не менее кровопролитная, братоубийственная война гражданская. Никогда еще страна не сталкивалась с таким глубоким кризисом – идеологическим, политическим, экономическим. В такой обстановке во время Деникинского наступления на Южном фронте в 1919 году пропал без вести отец Андрея Николаевича – Николай Матвеевич Катаев. С 1918 по 1920 года жизнь в Москве была нелегкой. В школах серьезно занимались только самые настойчивые. В это время мне вместе со старшими пришлось уехать на постройку железной дороги Казань-Екатеринбург. Одновременно с работой я продолжал заниматься самостоятельно, готовясь сдать экзамены экстернам за среднюю школу. По возвращении в Москву я испытал некоторое разочарование. Удостоверение об окончании школы мне выдали даже не потрудившись проэкзаменовать. Таково было его настойчивое стремление к науке. Жажду к знаниям и открытиям не могли сломать ни война, ни известие о гибели отца, ни тяжелый, ни детский труд. Упорство. Именно оно подтолкнуло Калмогорова идти дальше, несмотря ни на что. Продолжить свое обучение, поступить в МГУ на физико-математический факультет. Оно определило его дальнейшую судьбу и подарило миру гениального математика. Теория вероятности описывает те процессы, которые недетерминированные, то есть неоднозначно определенные. Ну и таких процессов в нашем окружении огромное количество. Но вся квантовая механика, она описывается вероятностными процессами. И это объективный факт. Современная и уже сформировавшаяся теория, которая вошла во всю IT-область, в область искусственного интеллекта, нейронных сетей. И это все сейчас формулируется на языке, который, в общем, произвел Андрей Николаевич со своими последователями. Поведение рынков, какие-то социальные явления. В них очень много случайных факторов и, может быть, по разной причине случайных. Но это тоже окружает нас повсеместно. И все современные математические методы, прогнозы, аналитики, они используют теорию вероятности. Мы этим должны гордиться и дорожить. Когда читаешь обо всех многочисленных открытиях, сделанных Калмогоровым, может сложиться впечатление, что у него никогда не возникало проблем, будто бы цифры всегда слушались его и выстраивались сами собой в убедительные доказательства все новых и новых теорем. На самом деле и у него были длительные периоды душевных терзаний, ошибок и затруднений. Почему же тогда все называют его великим человеком? Наверное, потому, что он со свойственным ему позитивом рассматривал ошибки как повод для новых размышлений, а затруднения – всего лишь как временные препятствия. Даже в начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войне он не видит особых помех для своей работы. Война. А с наукой хоть и неважно, но не так безнадежно, как я иногда думаю. Как только небольшая свобода, так кое-что делается. Так не терять же времени дальше. Только больше организованности. Концепция усилий на больших проблемах, но и не засиживание в их созерцании до тупения. В начале войны очень остро стояла проблема повышения эффективности зенитных стрельб. На основе ряда упрощающих предложений Андрея Николаевича была создана система расчета прицельности стрельбы, которая могла применяться в реальных боевых условиях. До сих пор эту систему изучают в военных академиях. И понятно, что это было очень важно в условиях войны, когда все усилия были направлены на достижение победы. Советские люди показывали многочисленные примеры самоотверженности и героизма как в тылу, так и на фронте. Кто-то отдавал жизнь за свободу и независимость отечества, другие, не покладая рук, трудились в тылу. Каждый вносил пахсильный вклад в великую победу. Андрей Николаевич Калмогоров продолжает находить простые человеческие радости в повседневной жизни, не позволяя внешним обстоятельствам брать верх над его чувствами и устремлениями. Именно во время войны он вступает в брак с Анной Егоровой, а когда война заканчивается, активно занимается популяризацией науки. В частности, работает первым заместителем главного редактора журнала «Квант», который полюбился как юным математиком, так и молодым ученым. По сей день в нем публикуются новые открытия, разъясняются существующие теории и печатаются задачи для пытливых умов. Под его руководством создается математический интернат для одаренных школьников из провинции, где практикуется новый подход к обучению математике. Личное общение с учениками, выезды на природу, занятия спортом – все то, что для самого Андрея Николаевича служило мотивацией и вдохновением. Мне, в частности, посчастливилось один раз видеть Андрея Николаевича в очень далекие молодые годы. Это было на Рубском озере под Иваново. В математической школе Андрей Николаевич собрал массу преподавателей. Эти преподаватели вели занятия и три раза за весь сезон, раз в неделю проводились математические олимпиады. На олимпиадах я участвовал очень успешно, и, собственно говоря, предметом моей гордости является вот эта книжка, которая называется «Международные математические олимпиады». И здесь написано, с удовольствием прочитаю, «Кащенко Сережа за победу на олимпиаде в летней физико-математической школе на Рубском озере. 1 августа 1968 года». И здесь подпись всех преподавателей, а первая фамилия – вот подпись Андрея Николаевича Калмогорова. Сам занятия Андрей Николаевич не вел, но были, по-моему, два или три вечера, которые были как раз посвящены вопросами и ответам Андрея Николаевича на вопросы, собственно говоря, участников школы. Общение Андрея Николаевича с нами не было уж очень специфично. Во-первых, не было никаких менторских интонаций, не было вообще никаких указаний. Но он все время говорил, что надо находить место и отдыху. Вот он, например, с удовольствием занимается греблей. Меня выбрали капитанами команды по футболу и баскетболу, а соперниками нашими были ивановцы, они были старше нас. Нам было очень тяжело, приходилось, грубо говоря, тренироваться все время. И вот в самой первой встрече с Андреем Николаевичем, естественно, утром мы играем в футбол на поле, идет Андрей Николаевич и тащит с моей тогдашней точки зрения очень тяжелые весла. Я, естественно, подбегая к нему, говорю, Андрей Николаевич, может, я вам помогу донести весла там до берега, куда он собирался плыть на лодке. Андрей Николаевич сказал, что каждый человек свои весла должен нести сам. В его представлении мир был населен равными ему по уму и эмоциональным устремлением людьми, что, конечно, шло на пользу ученикам, так как они стремились оправдать возложенные на них надежды. И у них это получалось. В личной жизни все обстояло иначе. Слишком высокие ожидания нередко становились причиной размолвок и недопонимания. В его планах относительно семьи числилось полное понимание и общность оценок людей, вкусов, возможность непринужденно вместе веселиться. И он стремился к своему идеалу с таким же рвением, как и к научным достижениям. Сейчас его дело продолжают ученики и последователи. Был основан Объединенный институт имени Калмогорова, частью которого является основанный в 2017 году Центр интегрируемых систем. Институт имеет три основных направления деятельности. Во-первых, проведение наушных исследований. Во-вторых, работа со студентами. И в-третьих, работа со школьниками. Основные области наушных исследований в институте – нелинейная динамика и интегрируемая система. Мы стараемся создать такую наушную среду, где они могли уже с первого курса бакалавриата иметь представление о том, что такое академия, чем занимаются современные учомы. И стараемся им давать навыки, которых нет у аспирантов других вузов. В том числе опыт с использованием пакетов программного обеспечения и опыт с обучением на английском языке. Мы включаем их в гранты, в научные проекты. И еще они принимают участие в научных наших мероприятиях, в том числе в международных конференциях, в научных семинарах и в воркшопах. Содействие продвижению математически одаренной молодежи является одной из важнейших задач школьных математических кружков, математических олимпиад и других мероприятий по пропаганде математических знаний и распространению интереса к самостоятельным занятиям математикой. В рамках всей образовательной деятельности института мы хотим развить математическое образование и в других регионах, где требуется помощь. Мы уже начали работать со школьниками Чеченской Республики. Наши преподаватели уже занимаются со школьниками уже с четвертого класса. И скоро будут и семинары о повышении квалификации для учителей математики, преподавателей математики в Чеченском государственном университете. В 2008 году в Ярославле была открыта улица имени Академика Калмагорова. Еще 12 лет назад здесь почти не было домов, а сейчас это одно из самых быстро растущих мест города. Кажется, что, взяв себе ими известного ученого, улица переняла ему стремление к прогрессу и оптимистичный взгляд в будущее. Однажды Андрей Николаевич заметил, что, по его мнению, каждый человек, начиная с определенного момента, продолжает как бы оставаться в том возрасте, для которого наиболее характерно свойственное этому человеку мироощущение. На прямой вопрос, а вам сколько лет, Андрей Николаевич? Он ответил – 14. 14 лет – возраст, когда строишь грандиозные планы и веришь в свои силы воплотить все задуманное в жизнь. Как стать великим человеком? Нужно вспомнить себя 14-летним и жить с этим мироощущением, как сделал это Андрей Николаевич Калмагоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok